Сегодня 2 июня 2021 года, Подмосковье. Тема видеоролика «Ответы на вопросы» по Улью Биненхаус. Задали вопрос у меня, как выводить матку после того, как сделан отводок на плодную. Матку, как выводить молодых маток, как ставить прививки. У меня семья, два рутовских корпуса и магазин. Осталась она после того, как я сделал отводок на плодную матку. То есть отводок, как я сделал дно, корпус. И туда перенес три рамки печатного расплода, кормовую и матку плодную отсюда отсадил. И отвез на другой точок. Что дальше? Дальше здесь остаются рамки с открытым расплодом и запечатанным расплодом. Вот в данной семье я подождал 5 дней. 5 дней я подождал для того, чтобы молодых личинок не было. Чтобы маточники оттягивали только лишь на прививочных рамках. То есть чем меньше маточников количество, тем лучше питание личинка получает. То есть 5 дней прошло. Я разбираю улей, рассматриваю все рамки, удаляю маточники свечевые. И через 2 часа ставлю прививочные рамки. Комплектация в первом корпусе расплод и во втором корпусе расплод. Во втором преимущество печатный. Прививочные рамки ставятся между печатным расплодом. Я вот дальше покажу, кнезду открою. После этого в обязательном порядке ставится кормушка. И наливается сироп. Сироп или медовый сыто. Но медовый сыто вылет даже в холодную погоду провоцирует к вечеру. Я предпочитаю сироп давать с витаминами. То есть я даю полизин. На литр 4 таблетки. Как съедят, еще даю. Витамины надо давать 5 дней, пока маточники не будут запечатаны. После того, как маточники будут запечатаны, смысл уже давать витаминов нет никаких. Дальше, на всякий случай, дней через 5 аккуратненько рамочки посматриваю. Поскольку все-таки расплод открытый все равно старшего возраста оставался. В чем может быть засада? Засада будет в том, что если где-то пропущен маточник, если выйдет маточник на сотах, если выйдет матка из маточника, эта матка разгрызет все маточники, вся работа будет на смарку. То есть в гнезде маток не должно быть. Ни в коем случае. Они не должны выйти раньше, чем выйдут матки на прививочной рамке. Поэтому через 5 дней желательно еще раз посмотреть. На всякий случай посмотреть. Нету, точно убедился. И с момента прививки на 9-10 дней одеваю бигуди. Бигуди одеты, маточки выходят. Никуда оттуда не денется матки. Значит, перед тем, как бигуди одеть, по 3-4 пчелки я в каждую бигуди запускаю. И вниз в бигуди уложу севший мед. Корм. И ставлю. Все. Ну а дальше выход маток. Бонетировка. Завешиваю по весу. Взвешиваю отбраковкой, если меньше 180 мг. Ставлю метки. И опять назад возвращаю сюда. Обычно 3-4 дня еще дозревают здесь. Они дозревают у меня, поскольку на облет все равно они в 5-дневный возраст выходят. После этого я прям нуклеусу сюда приношу. На 4 рамки у меня. И отсюда беру и пчелу, и матку. И отвожу на отдельный облетник. Матки у меня облетываются на отдельном облетнике. Вот. Ну вот, в принципе, так вкратце. Вот так я все рассказал. Вот теперь покажу там, где у меня прививочные рамки стоят. Сюда поставлены 2 прививочные рамки во второй корпус. Вот одна прививочная рамка. И вот вторая прививочная рамка. Вот. Прививочные рамки поставлены 2 на тот случай, если мало ли... Ну, плохой прием личинок, допустим, будет. Вот. В принципе, если примут много, и надо улучшить и повысить качество маток, то половину личинок можно отбраковать. Вот. Выкинуть. Оставить, допустим, 10 личинок всего. Вот. Ну, если дается витаминные подкормки в течение 5 дней, то и 20 личинок будет нормальных. Поскольку на открытом расплоде уже пчелы на 6-й день мало закладывают. Если закладывают, то мало, но могут или вообще не закладывают. Вот. Уже личинки очень большие. Вот. Ну, вот так, на мой вот такой опытный, как бы, взгляд, все личинки приняты. Вот на этой рамке. Вот. То есть вторую рамку, если примут, ее можно делать в воспиталку и отдавать в другую. Вот. То есть отсаживать матку в отводок. Одну здесь оставлять, а вторую отдавать прививочную рамку после того, как матка будет отсажена в отводок, можно отдавать в другую, будет там воспитывать. Вот. То есть эта семья сработает как стартер для приема личинок. Самое главное, чтобы личинки были приняты. Вот. А потом уже эти личинки можно отдавать в другие семьи. Рамки ставятся между расплодом. Вот. Проблема бывает на... Если даешь матку, допустим, первый день отсаживаешь в отводок, сразу ставишь в прививочные рамки. Вот. У пчел много своего расплода открытого. Они частично закладывают маточники там. Когда проходит пять дней, осматриваешь гнездо, все маточники убираешь и даешь вот эти прививочные рамки, уже прием значительно больше. И мало маточников на сотах. Естественно, в основном все молочко и все питание достается тем личинкам, которые на прививочной рамке. Вот. Моё ноу-хау, как бы, которое я отрабатывал, ну, не один год, можно сказать. Я не одну личинку прививаю в мисочку, а две или три, чтобы пчелы еще помимо и выбрали из двух-трех привитых личинок одну. Вот. Остальные они съедают. Самые лучшие, на их взгляд, они оставляют. Вот. Когда нет времени, по-быстрому я бывает одну, но когда вот что-то, какие-то ценные матки у меня, вот я по три личинки в миску прививаю. То есть после того, как взят матка, пересажена на четырех рамках отвода, получается на четыре рамки меньше и получается по восемь рамок они. Восемь рамок внизу, восемь рамок наверху, плюс вставные доски. Так лучше. Вот. Естественно, прививочные рамки лучше ставить во второй корпус, тут теплее. Вот. Ну вот еще о чем забыл сказать. Для более, для создания более теплых условий, поскольку ночь холодной передает, вот, я временно дно снял биненхаус и поставил на лист пенополистирола, чтобы потеплее было. В деревянных ульях я даже, бывает, обогрева ставил. Вот. Поскольку, ну, нужен фактически инкубатор с постоянной температурой 34 градуса. Вот. И потеплее, заставная доска снизу все равно теплее, чем даже теплое дно. Вот. То есть пока я все это делал, пока матки не выведутся, я поставил одно сняло, и поставил лист вот пенополистирола. Вот. Ну вот так вкратце все. Есть какие вопросы задавать. Спасибо за внимание.